Продолжение следует... Поскольку достаточно большая часть посвящена именно юридической, скажем так, составляющей, юридической, бухгалтерской, у нас будет достаточно много слайдов, в которых, ну, скажем так, что-то типа дайджеста, то есть основные вехи большого пути. Ну и после того, как мы разберемся с самими изменениями, которые ввели принятием этих ФСБУ, мы уже перейдем к тому, как это можно отразить в программе. И я буду показывать на примере двух разных версий программы ERP. Одна это 2.5.7, а вторая 2.5.8. Это номер релизов, который уже вышел в декабре и тот, который действовал ранее. То есть смотреть мы это будем для того, чтобы было наглядно видно, как изменился интерфейс и как изменилось расположение некоторых функций, которые связаны с этими стандартами бухгалтерского учета. Итак, первое, про что хотелось бы сказать, это то, что в этом году у нас приняты были не только эти ФСБУ, но еще и введено в обязательное действие еще одно ФСБУ 5.2019, которое ввело в оборот такие понятия, как запасы, малоценные основные средства и так далее. То есть эти все три ФСБУ, они очень тесно взаимосвязаны. И в общем-то некоторые вещи в них, конечно, естественно переплетаются. Ну, начнем с того, что ФСБУ 5.2019 уже принято к обязательному исполнению с 2021 года. И, соответственно, летом, в июле месяце оно стало обязательно для всех. Ранее его можно было использовать добровольно, так же, как и приняты ФСБУ 6.2020 и 26.2020. То есть, что из себя представляют эти новые ФСБУ? Ну, то есть ФСБУ – это федеральный стандарт бухгалтерского учета. И заменили они, всем нам хорошо знакомые, ФСБУ. И действие их распространяется. Всех трех ФСБУ распространяется практически на все предприятия, которые работают с введением бухгалтерского учета. Исключение составляют бюджетные компании и предприятия, которые имеют право вести учет, издавать отчетность упрощенную. Два этих ФСБУ в этом году как бы еще могут применяться добровольно тем, кто принял такое решение. Но с нового года они уже тоже обязательны к исполнению. То есть, в нашем случае, отчетность за 2021 год мы должны сдавать еще без применения этих ФСБУ. Ну, то есть, имеем возможность. А отчетность за 2022 год уже должна быть с этими изменениями. Соответственно, в связи с тем, что ввели новое ФСБУ, старое ПБУ утратило свое значение и отменено. Точно так же отменено и методическое указание по бухгалтерскому учету основных средств. Новые ФСБУ, они больше приближены к международным стандартам и, соответственно, требуют некоторого времени на то, чтобы перестроить восприятие, программу, ну и все, что с этим вокруг связано. Здесь есть еще одна тонкость. Применять ФСБУ 6 дробь 2020 основные средства можно только одновременно с ФСБУ 26 дробь 2020 капитальные вложения. У них должна быть одна и та же дата начала применения. Ну, то есть, вот в нашей конкретной ситуации это будет с 1 января 2022 года. Ну, соответственно, кроме того, что мы должны внести изменения в учетную политику по отношению к этим ФСБУ, обязательно, естественно, нужно учесть применение ФСБУ 5 дробь 2019 запаса. Теперь, собственно, самый основной вопрос, каким образом должно быть выполнен переход на эти новые стандарты. Какие требуются внести изменения и документальные, и, ну, как бы, любые другие. Во-первых, чисто юридическое оформление, это в обязательном порядке, должно быть принято новое положение о бухгалтерском учете. О, извините, заговорилась. Новое, приказ о новой учетной политике и, соответственно, сама новая политика должна быть введена с нового года. Переход, может быть, опять же, это нужно предусмотреть в локальных документах. В локальных документах можно применять несколько видов перехода. Ну, обычный, ретроспективный. Это так, как будто бы этот стандарт у нас применялся с момента возникновения событий, которые затрагивают эти ФСБУ. То есть с даты приобретения, например, основных средств. В этом случае мы должны провести полный пересчет показателей баланса и финрезультата, то есть форма 1 и форма 2, за предыдущие периоды. Провести это через 84-й счет. Ну, естественно, это самый трудоемкий метод. Поэтому, в общем-то, предусмотрен такой, чуть-чуть, может быть, менее трудоемкий метод, но тоже ретроспективный, упрощенный способ. В этом случае можно не пересчитывать основные средства за периоды, которые предшествовали отчетному периоду и провести корректировку балансовых показателей на начало отчетного периода. То есть в нашем случае это на конец 2021 года. Регулируется это, во-первых, пунктом самого ФСБУ, а во-вторых, информационным письмом Минфина. Вот номер вы его на экране видите. Что в этом случае у нас получается? Значит, баланс, который мы составляем за 2021 год, должен быть составлен без учета этих корректировок. То есть так, как мы вели без применения этого ФСБУ. А вот баланс за 2022 год, который мы будем издавать, уже будет с учетом этих корректировок. Ну, естественно, придется в налоговую инспекцию предоставлять пояснительную записку, которая будет объяснять эти расхождения. И третий метод, самый такой сидящий, если можно так выразиться, это метод перехода перспективный. Но, к сожалению, здесь есть серьезные ограничения. То есть этот метод доступен только тем предприятиям, которые относятся к категории малых. То есть имеют право вести упрощенный бухгалтерский учет и сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность. То есть только форму 1 и форму 2. А применение уже вот этих новых стандартов, они обязаны вести с момента применения этого стандарта. То есть с 1 января 2022 года. Это у нас предусмотрено в самом стандарте пунктами 48 и 49. Соответственно, такие организации, которым посчастливилось попасть в этот перечень, они могут применять новые правила. Во-первых, только в отношении тех фактов работы с основными средствами, которые начались после применения стандарта. То есть с 1 января следующего года. Во-вторых, они не должны корректировать данные бухгалтерского учета и, соответственно, поданных отчетов. Они не должны делать пересчет сравнительных показателей отчетности за прошлые года. Кроме этого, не производится единовременная корректировка балансовой стоимости на начало 2022 года. В этом случае при перспективном способе у нас будут затронуты счета 0,2 и 84, то есть амортизация. Соответственно, если увеличение амортизации проводка будет, как вы видите на экране, уменьшение амортизации, соответственно, тоже будет через 84 счет проходить. Кто может отказаться от применения ФСБУ? Сейчас мы говорим ФСБУ 6-2020, но на самом деле и 26-2020, поскольку они тесно взаимосвязаны и применяются вместе. Не применять ФСБУ новые могут только организации бюджетной сферы, то есть бюджетники, муниципалы. Здесь не будет играть роли даже то, что предприятия, например, относятся к микро. Они все равно должны будут применять эти ФСБУ. Естественно, исключения составляют по упрощенной отчетности те, кто работают. Вот я про них уже сказала. И они могут не корректировать, кроме того, что балансовые показатели, они могут не корректировать оценочные обязательства, например, по демонтажу, утилизации и обесцениванию. Ну, то есть, если говорить по-русски, то применять его должны все, кроме бюджетников. Еще немножечко теоретической, так сказать, составляющей – это как именно практически переходить на новую ФСБУ. Что для этого требуется сделать? Практически все три новых ФСБУ – и пятая, и шестое, и двадцать шестое – требуют проведения инвентаризации. То есть, пятая требует проведения инвентаризации запасов, а шестое и двадцать шестое – инвентаризацию объектов, основных средств и прочих активов. Я специально делаю акцент на слове «активов», потому что с этим связаны и некоторые новые термины, которые появились в связи с введением этого ФСБУ. Ну, во-первых, требуется в учетной политике, в локальных нормативных актах по организации установить лимиты стоимости основных средств. В связи с введением новых ФСБУ у нас критерий стоимости достаточно сильно изменился. Если раньше было в учете, например, 40 тысяч, в налоговом – 100 тысяч, то сейчас единственный критерий, по которому можно относить к основным средствам или к запасам – это срок службы. Соответственно, если он больше 12 месяцев, то это относится к основным средствам. Если меньше, то это может быть отнесено к запасам, и стоимость таких объектов может быть списана сразу, не через амортизацию, а единовременно. Дальше следует, естественно, определить правила последующего учета, поскольку у нас изменились не только термины определения, но и изменились способы начисления амортизации. Появился новый термин – ликвидационная стоимость объектов. И, соответственно, в новых правилах требуется указать, по какой стоимости будут учитываться в нашей ситуации, в нашем предприятии основные средства. Вернемся к понятию актива. На самом деле, это не такое уж новое введение, потому что в ПБУ это подразумевалось, поскольку объект должен был иметь количественный учет. Следующее определение, которое должно быть у актива, то, что он должен быть задействован в производственных или в управленческих целях, применяться или в природоохранной, или в уставной деятельности, либо должен быть предусмотрен для сдачи в аренду. Соответственно, этот актив должен быть со сроком эксплуатации больше 12 месяцев, либо одного операционного цикла, если операционный цикл больше, чем 12 месяцев. Ну и, соответственно, должен приносить такой актив доход, либо помогать получению дохода. Один интересный момент, что в ПБУ раньше была закреплена информация о том, что этот объект не должен быть предназначен для перепродажи. В этих ФСБУ такой момент упустили, и, соответственно, основное средство, которое мы сейчас используем, в дальнейшем может быть перепродано. Но в этом случае это будет уже регулироваться другим документом, и, в общем-то, в эту тему мы сейчас не будем углубляться, потому что она тоже очень большая, достаточно сложная. Какие же новые понятия у нас ввело в ФСБУ-6? Появились новые определения, которых раньше не было. Ну, допустим, балансовая стоимость – это первоначальная стоимость объекта за минусом амортизации. Ну и обесценение. Еще одно понятие – обесценение. Появился еще такой термин, как элементы амортизации. Значит, это элемент, который должен быть закреплен в составе ликвидационной стоимости. Еще один новый термин – это обесценение. У меня на слайдике указаны пункты нашего ФСБУ нового с тем, чтобы можно было к ним вернуться и почитать внимательнее. Что же это все-таки такое? Потому что, к сожалению, многие наши нормативные документы требуют еще дополнительного перевода на русский язык. То есть обесценение в соответствии с ФСБУ-6 – это состояние актива, при котором его балансовая стоимость больше суммы, которую можно получить при использовании его или в результате его продажи. Еще одно определение – это ликвидационная стоимость. То есть это стоимость, сумма, которую организация могла бы получить за это средство в случае его выбытия. В том числе, если мы его можем продать как-то по запчастям, по составляющим. То есть продажа ценностей, которые у нас останутся после ликвидации основного средства. Ну и, соответственно, после вычета затрат на его демонтаж, ну то есть на те работы, которые связаны с его выбытием. При этом обязательно нужно учитывать, что такой объект основных средств уже должен достигнуть окончания срока полезного использования. Я делаю специально акцент на срок полезного использования. В скобочках вы видите аббревиатуру СПИ. Она применяется в этом ФСБУ достаточно часто, поэтому просто обратите внимание, что это такое. То есть СПИ – это срок полезного использования. Ну и, соответственно, чтобы основное средство находилось в состоянии именно БУ, то есть соответствующему сроку окончания использования этого объекта. Еще один новый термин – переоцененная стоимость. ФСБУ-6 предполагает периодическую переоценку и, соответственно, достаточно подробно описывает эту процедуру. В этой процедуре введены также два новых термина, которых мы подробно рассмотреть, к сожалению, не успеем по причине ограниченного времени. Это термины существенности и справедливой стоимости. То есть термин существенности у нас задается в учетной политике. Соответственно, еще раз повторюсь, что учетная политика требует очень серьезного и вдумчивого переоформления. Соответственно, существенность мы должны задать в учетной политике. А справедливая стоимость – это то, что у нас уже введено этим новым документом. И еще одна, точнее не одна, а две особенности – это создание группы основных средств. Это регулируется 11 пунктом 6 ФСБУ. То есть это совокупность объектов основных средств одного вида, которые можно объединить, исходя, например, из характера их использования. И вот совсем новое понятие – это инвестиционная недвижимость. Она заменила понятие «доходные вложения в материальные ценности», которые теперь не используются. И теперь, допустим, термин «инвестиционная недвижимость» может применяться к недвижимости, которая предназначена, например, для последующей издачи в аренду, то есть получению дохода. Соответственно, в зависимости либо от прироста ее стоимости, либо от коммерческого использования. Ну, то есть у кого какая ситуация, для чего может применяться инвестиционная недвижимость. И группа основных средств, и инвестиционная недвижимость – это изменения, которые вносятся пунктом 11 нашего ФСБУ. Вернемся снова к стоимости, к лимитам стоимости. Повторюсь, что раньше у нас был четко установленный лимит. И по учетной политике мы могли, например, предусмотреть, что к основным средствам у нас относятся объекты. Стоимость ему может быть меньше, чем 40 тысяч, но обязательно со сроком службы свыше 12 месяцев. Ну, то есть был установлен верхний порог, а нижний мы могли варьировать в некоторых пределах. Теперь такого ограничения нету, и стоимость основного средства никаким в стандартах не ограничена. То есть никаким образом не регламентирована. Естественно, осталось одно основное требование, чтобы срок службы соответствовал установленному порогу. То есть предприятие может само установить стоимость, только нужно обязательно закрепить это и в учетной политике, и в других локальных нормативных актах по вашему предприятию. И, естественно, для того, чтобы подстраховаться, обязательно стоит обосновать срок полезного использования. Обосновать срок полезного использования чаще всего, ну и проще всего, можно на основании, например, паспортов. Если это какое-то оборудование, то, соответственно, паспорт этого оборудования, может быть сертификат, где это указано, может быть гарантийные талоны или гарантийные обязательства поставщика. Естественно, кроме этого, можно подтвердить документом, составленным самостоятельно в вашей организации, в котором вы фиксируете ожидаемый период эксплуатации. Также может быть, ну, например, служебные записки или другие документы от ваших технических специалистов, которые указывают ожидаемый физический износ, то есть, например, износ деталей, ну, на основании каких-то физических показателей. Ну, и, естественно, моральный износ. В отношении морального износа более неоднозначная, скажем так, позиция, потому что ожидаемый моральный износ документально подтвердить достаточно сложно. Для этого требуются какие-то заключения или анализ аналогичного оборудования. Ну, то есть, стоит задуматься о том, каким образом, если мы не можем, например, описать физический износ, каким образом мы можем сослаться на моральный износ, чем его подтвердить. Ну, и, естественно, требуется составить в этом случае документ, который, ну, можно назвать планы по замене и модернизации основных средств. Ну, на самом деле, этот план, в общем-то, должен отражать срок ожидаемого морального износа. То есть, при наличии плана модернизации гораздо легче подтвердить ожидаемый материальный износ. Собственно, по сравнению с ПБУ, шесть принципиальных различий по этому нету. И по выбору срока полезного использования можно по-прежнему опираться на классификацию основных средств, которое утверждено постановлением правительства от 1 января 2002 года. Сейчас очень много информации по именно нормативной базе расположено в интернете, и наиболее крупные игроки, так сказать, поставщики законодательной информации, и Гарант, и Консультант Плюс, и Главная книга, опубликовали, ну, то есть, все вот эти постановления, подробные к ним пояснения. Поэтому на эти издания можно смело опираться, и если у вас возникли сложности с классификацией, брать информацию оттуда. Значит, что у нас было в предыдущем году, ну, соответственно, по требованиям ПБУ. То есть мы приходовали объекты основных средств по первоначальной стоимости. И определение первоначальной стоимости у нас есть и в СБУ 26.020. То есть 26.020 – это затраты, собственно говоря, перечень затрат и описание, которые мы можем включить в стоимость основного средства, то есть стоимость объекта основного средства. Раньше у нас это было все в одном ПБУ, теперь они разделились на два. То есть в шестом ФСБУ у нас нету порядка и состава затрат, который будет входить в первоначальную стоимость. А в 26-м, соответственно, есть состав затрат и описан порядок, который это будет регулировать. То есть что здесь изменилось? Первоначальная стоимость – это сумма капитальных вложений. То есть 26 ФСБУ – это так и называется капитальные вложения. По этому стандарту капитальные вложения, которые формируют первоначальную стоимость, включены стоимость, по которой приобретено основное средство, ну, то есть которое уплачено поставщиком. Стоимость активов, которые списываются или амортизируются в связи с их использованием при осуществлении капв вложений. Ну, то есть это, соответственно, комплектующие, ну, какие-то материалы, которые необходимы для монтажа, может быть, какие-то дополнительные запчасти, которые требуются при вводе эксплуатации. Кроме этого, сюда входит зарплата с отчислениями на обязательное соцстрахование. Зарплата, которая начисляется работникам, которые осуществляли монтаж, которые давали участие в осуществлении капв вложений. Ну, если говорить более простым языком, то, соответственно, это вознаграждение агентов, брокеров, ну, естественно, монтажников, наладчиков. Оценочные обязательства, в том числе по будущему, демонтажу, утилизации и мероприятиям по восстановлению окружающей среды. После того, как организация оприходовала основные средства, оно может учитывать по первоначальной стоимости это основное средство, но может и по переоцененной. В шестую ФСБУ достаточно подробно описывает нюансы переоценки. То есть переоценка – это отдельная достаточно большая статья, скажем так, и не одна. Их очень много размещено сейчас на всех информационных ресурсах, но мы по нему пройдемся очень поверхностно, потому что нас это больше интересует в связи с отражением в программе, конкретно в 1С ЕРП, и, собственно говоря, то, что требуется для именно технического перехода для бухгалтерии или для подразделений, которые осуществляют работу с основными средствами. Повторюсь еще раз, что согласно шестому ФСБУ, переоценку основных средств будет требоваться проводить регулярно. Периодичность проведения переоценок, за исключением инвестиционной недвижимости, мы должны оговорить в учетной политике. То есть вот оцените, насколько большие изменения должны быть в учетной политике, потому что практически на каждом слайде я повторяю, что в нее нужно внести эти изменения и другие. Поэтому работу именно над изменением учетной политики желательно провести в оставшиеся, как минимум, дни декабря, чтобы с 1 января уже программа у вас работала в соответствии с внесенными изменениями. С будущего года компании должны будут проводить проверку на предмет обесценения, то есть не только увеличения стоимости, но и обесценения основных средств, опять же, согласно новому ФСБУ. То есть, в общем-то, теперь в бухгалтерском учете и в отчетности не может быть отражено активов по завышенным ценам, по завышенной стоимости. В 38-м пункте у нас стандарт дает ссылку на международные стандарты, которые начали действовать в нашей стране. Это МСФО-16. Проверка на обесценение, а также изменение балансовой стоимости будут осуществляться именно в рамках указанного МСФО. Для малых предприятий, точнее, тех, которые могут применять упрощенную отчетность, 6 ФСБУ представляет небольшие, ну, можно так сказать, послабления. Мы сейчас перейдем именно к этим послаблениям. Ну, на самом деле, они не слишком значительны. Во-первых, произошло изменение при начислении амортизации. Соответственно, то, что амортизация учитывается на 0,2 счете, здесь ничего не изменилось. И, соответственно, амортизация может относиться на затратные счета, то есть 20, 25, 26, 44, то есть те, которые требуют ежемесячного закрытия. В этом случае не изменилось ничего. Изменения затронули базу для начисления амортизации и дату. То есть база для начисления амортизации теперь считается не от первоначальной или восстановительной стоимости, а от разницы между балансовой и ликвидационной стоимостью. Обратите внимание именно на то, что это разница. Мы уже говорили, что ликвидационная стоимость – это новый термин, который вводится этим стандартом в действие. Согласно 6 ФСБУ, ликвидационная стоимость – это ориентировочная стоимость активов, которые останутся после ликвидации объекта. Ну, за минусом, естественно, затрат на демонтаж, утилизацию и все, что связано с ликвидацией последствий использования этого основного средства. Теперь перейдем к 1С и почему мы планируем показывать на двух программах. Я немножечко, так сказать, на несколько шагов отвлекусь назад. В марте месяце была анонсирована фирма 1С, что версия 2.5 будет финальной для ERP. И, соответственно, в этом случае все изменения, которые происходили, у нас, в общем-то, в 2.5 отражены. Но достаточно много предприятий, которые либо еще не перешли на эту версию, либо используют предыдущие, там, 2.4, 2.3. И если вы только планируете переходить на ERP, то лучше, конечно, сразу начинать с версии 2.5. В настоящий момент вышла новая версия 2.5.9. В этой версии уже учтены все новые ПБУ. Оно достаточно сильно отличается и по виду, и по составу от версии 2.4. И вот в версии 2.5.9, это последняя на текущий момент, которая в декабре вышла, в ней достаточно много не только связанных с новыми ФСБУ изменений, но и другие. Во-первых, то, что касается производства. В девятой версии объединены ресурсные спецификации и работа с давальческим сырьем, то есть прием в переработку, передача в переработку, ответственное хранение. Есть изменения, которые затронули закупки, продажи, складское хозяйство. То есть более подробно разработаны графики оплат, комиссионные при комиссионных продажах. Возвраты, если это розничные торговые предприятия, возвраты через рабочее место кассира, РМК, аббревиатуру, которую вы видите на экране. Например, если они происходят в другую смену, не в ту, которую была осуществлена продажа. Естественно, учтены изменения, которые затронули маркировку. И используется мобильный клиент для работников склада. То есть использование разных гаджетов, планшетов, смартфонов и так далее. Естественно, изменения затронули и регламентированный учет. То есть разделение учета по налогу на прибыль. Еще один новый момент. Появилось понятие «настраиваемая бухгалтерская отчетность». К сожалению, мы в рамках этого вебинара не сможем на этом остановиться подробно. Но такая возможность есть. Появились исправления, которые касаются исправления ошибок, которые возникли при расчете некоторых налогов. Например, налога на имущество. Ну и, естественно, это поддержка этих наших новых ФСБУ-6, 26 и 5. А теперь давайте вернемся немножечко к программе к 1С ERP и посмотрим, что нам требуется для того, чтобы осуществить практический переход. Ну, в первую очередь, естественно, это изменение в учетную политику. То, что вы сейчас видите на экране, это интерфейс версии 2.4. То есть, естественно, здесь мы многие с этим уже хорошо знакомы. Для того, чтобы создать новую учетную политику, мы используем меню «Организация», закладочка «Учетная политика» и используем «Создать, например, новую». И указываем, с какого периода она вводится. В версии 2.5 этот интерфейс выглядит немножко по-другому, скажем мягко. То же самое это меню «Организация», то же самое это закладочка «Учетная политика» и «Налоги». И дальше, посмотрите, интерфейс, в общем-то, другой. То есть, нам не надо проваливаться внутрь учетной политики. Мы видим все на экране. Сюда выводятся настройки, которые в нашей учетной политике уже созданы. И снизу есть ссылка «Изменить», выделенная синим текстом, в которую можно провалиться и изменить настройки данного конкретного подраздела. Красным прямоугольником выделены те, которые касаются применения именно наших ФСБУ. То есть ФСБУ-6, ФСБУ-26. Естественно, это находится в разделе по работе с основными средствами. То есть это начисление амортизации, то, что касается бухгалтерской отчетности, и кнопочка «Изменить». Настройки учета в налоге на прибыль тоже должны быть проверены и подкорректированы. То есть это метод начисления организации, амортизации, который организация применяет. Ну, чаще всего применяется линейный метод, но один из методов, который применялся по ФСБУ, исключен. И теперь методов начисления амортизации на один меньше. Но, в принципе, это все те же методы, которые применялись, которые наиболее распространены. Так что больших затруднений это не должно вызвать. И теперь я хотела бы перейти непосредственно к самим конфигурациям. Сейчас мы с вами посмотрим конфигурацию 2.4, то есть предыдущую. И посмотрим уже не на слайдах, а на примере, что необходимо сделать, чтобы изменить те настройки, которые нам потребуются. Ну, во-первых, основные настройки у нас находятся в разделе НСИ и администрирования. В режим настройки НСИ и разделов мы должны проверить, что у нас задано по предприятиям. Ну, соответственно, если вы ведете несколько предприятий, если у вас есть обособленное подразделение с отдельным балансом, у вас это должно быть обязательно отмечено. Следующее, что требуется, это зайти в саму структуру организации и заполнить закладочки, которые я вам показывала сейчас на приложениях. На слайдах, извините, я сейчас к ним вернусь. Это у нас новый, вот это у нас старый. То есть закладочка учетная политика. Мы переходим опять в старый форм, в старую версию и в меню организации. То есть список наших организаций я выберу, вот, Андромеда сервис. Еще раз просто хочу вернуться к тому, где мы можем поменять учетную политику в версии 2.4. То есть закладочка учетная политика. Сейчас у нас отражается название нашей учетной политики. Мы можем посмотреть эту политику в списке. То есть в этом списке мы видим все наши учетные политики, которые применяются для разных наших юрлиц. Ну и действуют на настоящий момент. Мы можем создать новую учетную политику, что, собственно, мы и должны сделать. И назвать ее, ну так, чтобы было понятно вам и вашим специалистам. Ну, например, новая, 2022 год, там, с учетом ФСБУ и так далее. Значит, на закладках учетной политики, ну, естественно, ЕНВД у нас сейчас не применяется, поэтому флажочек здесь должна, флажочек должен отсутствовать. И дальше заполняем. Обратите внимание, там, где у нас стоят вот такие вот вопросики, это пояснение к данным конкретным пунктам. Ну, естественно, если мы не применяем ППУ-18, то нам повезло. А если применяем, то у нас есть достаточно похожие методы. И в чем же между ними разница, мы можем посмотреть по подсказке, которая переадресовывает нас на официальный сайт 1С, и где есть достаточно подробные комментарии, чем же отличаются новые методы при применении этого нашего ППУ. Прошу прощения, не туда вернулась. Методы начисления амортизации, которые мы должны выбрать. Ну, либо линейный, либо нелинейный. Если вы являетесь плательщиками дополнительных налогов, то, соответственно, ставите здесь флажок. Если у вас лизинг, то ставите флажок, если он применяется именно от лизинговой платежи, если в вашем предприятии включаются в состав налоговых расходов. Следующая закладочка – запасы. То есть это то, что у нас касается пятого ФСБУ. Значит, напомню, что согласно пятому ФСБУ методов оценки у нас в настоящий момент два. Средняя за месяц и фифа. И дальше вот эти вот флажочки, чекбоксы у нас касаются уже конкретно применения этого ФСБУ. Ну, за исключением, пожалуй, применения сборки, разборки товаров. То есть если она у вас присутствует, то, естественно, флажок должны поставить. Закладочка НДС. Здесь, собственно, именно новшеств никаких нету, но в любом случае, поскольку эта учетная политика будет регулировать ваши действия на протяжении следующего года, сюда надо проставить все, что касается конкретно вашего предприятия. Но закладочки расчеты – это то, что касается зарплаты. То есть введете ли вы, будете ли вы ввести зарплату именно в этой конфигурации, или у вас отдельно стоит, например, конфигурация зарплата и кадры, и зарплата, и ведутся взаиморасчеты с сотрудниками именно там. И создание резервов. То есть создаете ли вы резервы, и, соответственно, если я проставляю флажки, обязательно нужно указать, с какой периодичностью. То, что касается 18-го ПБУ и резервов. Ну, собственно говоря, здесь дальше мы заполняем без особых отвлечений. То, что уже давно знакомо, опробовано, обкатано и так далее. Я не буду сохранять сейчас эти изменения, потому что просто это достаточно много времени займет. Остальные закладочки мы тоже сейчас не будем рассматривать. Просто те, кто работает с учетной политикой, в основном это главные бухгалтеры, или другие руководящие работники бухгалтерии, знают, что здесь нужно очень внимательно и педантично подходить к каждому флажку и каждому показателю. А теперь перейдем в версию 2.5, то есть в новую, последнюю, и посмотрим, что у нас здесь. Я уже говорила, что интерфейс достаточно сильно отличается от того, что мы видели в ERP 2.4. И здесь, в общем-то, гораздо компактнее и, на мой взгляд, комфортнее, потому что нет закладок, но все перед глазами. Например, учетная политика касательно бухгалтерии учета. Если мы входим в саму учетную политику, то практически видим такой же интерфейс, как был в 2.4. Функциональность вся сохранена. Вместо закладочек у нас есть подразделы, соответственно, общие, вот оно, наше 18-го ПБУ. Обратите внимание на раздел «Основные средства». Флажок «Амортизация начисляется в связи с ФСБУ-6» мы должны проставить. Ну, естественно, если ваше предприятие не является пользователем льготы по поводу того, что вы сдаете упрощенную отчетность. Второй момент, на который нужно обратить внимание, именно в этом разделе, это с какой даты вы должны проставить начисление амортизации. Повторюсь, я уже на слайде это показывала. Мы можем применить новое положение, которое у нас в ФСБУ зафиксировано, то есть с даты принятия к учету. Но можем использовать и привычный порядок, то есть с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету. На вот эти два показателя стоит обратить внимание, что же вы все-таки будете принимать, что для вас более выгодно. Ну, соответственно, если у вас есть неокр, то здесь тоже нужно проставить флажочек. Я его пока сниму, чтобы он нас не смущал. И раздел запасы. То есть, соответственно, тоже с использованием пятого ФСБУ будем ли мы учитывать на забалансе ТМЦ в эксплуатации. Ну, сборка у нас либо есть, либо нету через 20-й счет. И проводили ли мы списание ТМЦ в эксплуатации, которые у нас были еще по старым правилам, в декабре 2020 года. Расчеты, флажки проводить взаимозачет задолженности и формировать резервы по сомнительным долгам. Ну, соответственно, тоже флажочки. И учет зарплаты ведем мы в этой программе или ведем мы где-то во внешней программе. И вот еще последний показатель, то, на что я обращала ваше внимание, когда мы просматривали слайды. Это настройка бухгалтерской отчетности. Настраивается или не настраивается? В нашем случае по умолчанию установлено не настраивается. Обратите внимание на пиктограммку. Ну, скорее всего, те, кто пользуется ERP, достаточно долго они уже знают эту символику. То есть, когда у нас возле дефиса, прочерка, как угодно назвать, стоит точка, значит, эта настройка создана через конфигуратор и была при установке конфигурации на ваше рабочее место. Но мы можем создать и что-то свое, и, соответственно, в этом случае можем ввести отличные данные. В настоящий момент, если я захочу посмотреть, что такое вот это не настраивается, у меня будет подсказочка, что на самом деле это не просто глюк программы, а что все настройки бухгалтерской отчетности выполнены в соответствии с законодательством по встроенному алгоритму, и нам вмешиваться в этот алгоритм не требуется. Это мы с вами посмотрели учетную политику, тоже я не сохраняю изменения, учетную политику касательно бухгалтерского учета. В отношении налога на прибыль у нас тоже также есть возможность изменить у нас стройки учетной политики, и хочу просто акцентировать ваше внимание, что нам конкретно тут требуется сделать. Это выбрать метод линейный или не линейный. Ну и, собственно говоря, больше здесь для нас ничего особо критичного перенастраивать не надо. Естественно, налог на имущество, если у нас есть недвижимость или есть объекты, которые подлежат налогообложению, то мы должны не забыть зайти сюда и посмотреть, все ли у нас здесь соответствует нашим реалиям. Может быть, вы имеете какие-то льготы, например, ваше предприятие является резидентом особо экономической зоны или еще какие-то преференции имеют. Ну и, собственно говоря, на этом отличие наших учетных политик, я повторюсь, именно внешнего вида, именно интерфейс заканчивается. Потому что функциональность не пострадала от изменения внешнего вида, функциональность осталась абсолютно такая же, которая была в 2.4. Мы сейчас вернемся ненадолго в наши слайды и хочу сейчас остановиться немножечко на другом вопросе, на вопросе прослеживаемых товаров, то есть еще одна головная боль, которая посетила наших бухгалтеров и как этот вопрос решен в ЕРП. В ЕРП есть создано отдельное рабочее место, учет прослеживаемых товаров, вот с таким интерфейсом. Мы сейчас перейдем к этому интерфейсу, в саму программу. Я просто хочу немножечко остановиться именно на этом. Значит, здесь по пунктам расписаны разные ситуации. Есть вопросительный знак, на который я уже обращала внимание, то есть короткая тематическая подсказка. И возможность открыть список, то есть провалиться в документы по этой тематике. Соответственно, здесь есть ввод остатков, здесь есть ввод остатков по комиссионным товарам, ввоз и вывоз из Евросоюза, из единого азиатского Евросоюза. И самое главное, отчетность. То есть та отчетность, которую мы должны были подать и должны подавать в дальнейшем в связи с учетом прослеживаемых товаров, если они есть в ваших бизнес-процессах. Ну и, соответственно, можем их сформировать и подать в нужные органы. А теперь немножечко хочу отвлечься на 26-е ФСБУ. Я уделила ему меньше времени, потому что, собственно говоря, оно, в общем-то, повторяет во многом те требования, которые мы применяли уже и раньше. Но все-таки некоторые вещи более детально в нем прописаны. То есть в этом ФСБУ у нас есть четкий перечень затрат, которые формируют капитальные вложения и в последующем формируют стоимость основного средства. То есть то, что раньше учитывалось, ну, в смысле сейчас учитывается на счетах 0,7, 0,8, по-прежнему единицей капитал положений признается объект основных средств. Повторюсь, мы уже про это говорили. При формировании стоимости основного средства учитываются затраты на его приобретение и создание. То есть мы могли что-то приобрести, а что-то строить, делать, выпускать и так далее. И, соответственно, должны быть учтены стоимость последующего демонтажа либо утилизации и, если это требуется, восстановлению, охране окружающей среды. Все эти суммы включаются в состав капитальных вложений и должны учитывать скидки, льготы, которые нам предоставили при покупке. Если в ходе капитальных вложений, то есть мы приобрели какой-то объект основных средств, мы получаем продукцию, материально-производственные запасы, которые предполагаем продавать или использовать, то их стоимость вычитается из стоимости капитальных вложений. Капитальные вложения, так же, как и объекты основных средств, в обязательном порядке проверяются на обесценение. То есть по моменту, когда мы окончили формировать капитальные вложения и осуществляем передачу основного средства в эксплуатацию, капитальное вложение признается основными средствами, ну и, соответственно, дальше идет речь уже об учете и операциях с основными средствами. Если до момента, как у нас окончен монтаж, строительство или что-то еще, какая-то часть капитальных вложений начинает использоваться, то эта часть признается объектом основных средств. В новом стандарте у нас очень четко описан список затрат, которые не учитываются в составе капитальных вложений. К таким затратам отнесены затраты, понесенные до принятия решения о создании, либо приобретении, либо модернизации основного средства. Что это такое? То есть для того, чтобы мы могли учесть в составе стоимости этого объекта затраты, необходимо выпустить приказ руководителя о создании, или о приобретении, или о проведении модернизации этого основного средства. Следующее, что не включается в капитальные вложения, это затраты на внеплановые ремонты, которые связаны с поломками из-за ненадлежащей эксплуатации. В этом случае у нас учитываются такие затраты, ну, соответственно, в обычном порядке, и увеличение стоимости основного средства они не приносят, поскольку они не изменяют никаких характеристик этого основного средства в сравнении с тем, какие были при приобретении или при строительстве. Сюда были включены еще затраты, связанные с ненадлежащей организацией формирования капв вложений. То есть всякие сверхно-нормативные расходы, брак, ненадлежащий монтаж, ну, то есть, соответственно, потери, которые возникают из-за послебности и разгильдяйства. После того, как мы выполнили изменения в учетной политике, после того, как мы приняли все административные шаги, мы должны, естественно, уже выводить документы, ну, то есть программа автоматически будет использовать введенные вами настройки при учете. И очень хорошее... Сейчас, минуточку, я перейду в новую программу. Это новый релиз 8... Господи, извините, заговорилась. 2.5.8, который с декабря уже введен в эксплуатацию. И хотелось бы сказать несколько слов о дополнительных сервисах, которые здесь еще есть используют, которые есть в новой версии. Сейчас, минуточку. Я переключусь в наши слайдики. Значит, у нас есть перечень изменений, которые компания 1С ввела, ну, как анонс на то, что будет включено в это ФСБУ и в последней версии. Напомню, что версия 2.5.8 у нас предпоследняя. Последняя будет 2.5.9. В данном случае этот рис еще не вошел в промышленное, так сказать, распространение. Он пока на тестировании. Но в него включены достаточно много других. К сожалению, сейчас быстро уже не успею перейти на этот раздел. Тогда вернемся сюда. Вернемся в раздел НСИ и администрирование. И хочу обратить ваше внимание, с чем, ну, вообще по-хорошему, если вы будете переходить на версию 2.5, если у вас сейчас используются более предыдущие версии, более ранние, на что вам нужно будет обратить внимание. То есть это раздел НСИ и администрирование. Это, так сказать, первоначальные настройки, которые делаются в программе. И в соответствии вот с подразделами, которые вы здесь видите, ну, например, начальное заполнение, администрирование, настройки НСИ и разделов, настройки интеграции, здесь происходят первоначальные настройки. И в нашем случае нас интересует подраздел Внеоборотные активы. Внеоборотные активы нас интересуют вот в каком плане. Обратите внимание, что здесь идет ссылка на версии программы. То есть в зависимости от того, какую версию вы, например, если вы сейчас используете программу конфигурацию ERP, то нужно посмотреть, какая версия у вас применена. То есть есть варианты настройки для версии 2.2, есть варианты настройки для версии 2.4, ну и соответственно, вот здесь вы можете выбрать, какую из этих версий вы применяете. Если вы, например, уже перешли на версию 2.5 или планируете начать ее применение, начать именно с ее применения, то в этом случае вам, естественно, вот эту настройку можно выбрать, не используется и, ну, как бы уже забыть вот про этот раздел. На этом разрешите закончить нашу встречу. Хочу напомнить, что встречу проводила компания Кодерлайн. Наши контакты вы видите сейчас на экране. То есть добро пожаловать на наш сайт. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете их написать на электронную почту. И, соответственно, в этом случае, если вы свои вопросы сформулируете письменно, то можно более подробно на ваш вопрос ответить и больше времени уделить именно вашей конкретной ситуации. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok